Всем привет! Сегодня поговорим о сборке MX-19. Как видите, на сайте DistroWatch она на одном из первых мест. 3410 пользователей. Это звалось о ней весьма положительной. Вторая идет Манжара, на третьем Linux Mint. Ну, что сказать. Linux Mint, MX Linux зарекомендовал себя действительно очень и очень с положительной стороны. Система простая, надежная и удобная. На главном сайте этой программы Можно, значит, сразу ее загрузить и, скажем так, пользоваться в свое удовольствие. Нажимаете на кнопочку «Загрузка» и пошла загрузка. Значит, тут представляется несколько версий Raspberry. Затем просто с интерфейсом X-Face. Я выбрал для загрузки MX-KDE – Cool Desktop Environment. То есть, крутой рабочий стол. Он действительно очень удобный. Через пару часов пользования этой системой Начинаешь в ней свободно ориентироваться. И все остальные задачи, которые Просто нужны, бывает, решить в средневной жизни, Это практически удается сразу. Даже вот при записи видео посмотрите, какая идет процентовка. Если видео не записывает, то будет СПУ где-то процента 2-3. Оперативка будет 1-2%. Вот такие вот вещи. Значит, что входит в состав этой сборки? Ну, у меня, значит, пристрастие к Linux, Которые могут делать сами изообразы настроенной своей системы. Здесь у меня эта проблема, как говорится, не вызвала. Значит, программа для создания изообразов. И плюс Все это дело прекрасно отображается Вот на виртуальной коробочке. Вот. Все это видно. Плюс также Встает безо всяких проблем Программа «Конки менеджер», Куда можно подцепить практически Любые иконки, которые вам нравятся. Вот если здесь вот набрать словечко «Конки», Вот «Конки менеджер» Вот, посмотрите, пожалуйста, значит, программа для создания из образов и брутальная коробочка работают в паре, вместе и нормально. Не скажу, что образы получаются очень компактными, но тем не менее. Значит, давайте посмотрим. Вот этот образ получился размером 5 гигабайт. Тут даже перескочила, как говорится, система, обычные ограничения, которые были к систембаку до 4 гигабайт. Здесь 5 гигабайт, шурует образы, делает, шлепает, и все нормально. Вот, посмотрите, иконочки. Я тут свои два файлика воткнул. Вот один файлик. А вот посмотрите, сколько здесь их всего, как говорится. Вот, побегайте, посмотрите там, кому что понравится. Очень здесь их много самых различных. Ну, скажем так, на ваш вкус и цвет. Вот, просто для примера вам показываю, что уж тут подобрать себе вы сможете все, что вам нравится. Вот этот даже очень хорошо пишет, что mx19.3, k, d и 64-битный. То есть показывают тоже очень хорошую информацию о системе. Поэтому, значит, ну, скажем так, все довольно-таки просто делается. Посмотрим, что вошло в состав сборки. Ну, сейчас я включу вот увеличительное стекло, чтобы было получше видно. Вот, давайте посмотрим. Из графики. Дигикам. Генуи имидж манипуляция программа. Джискан. Гсумб. Я часто от Гсумб. Часто пользуюсь. Крита. И рисовалка от LibreOffice. Здесь, значит, вот это увеличительное стекло. А, нет, это игры. Это Majong, Doku и прочее. Вот что в мультимедиа. Альса Миксер. Аудасити. Клементина. Драгонплеер. Еще там одна смотрелка. Музыкальная программа. Запись, по-моему, на CD и DVD диски. Программа ABS Studio. Вот я сейчас ею делаю этот видеоролик. Этим видеороликом можно, этой программой OpenShot можно редактировать видеоролики. Программа, значит, еще одна для записи с экрана. Это Simple Screen Recorder. Тоже хорошая программка. Мой любимый видеопроигрыватель. Мне он нравится больше, чем MediaPlayer VLC. Вот, потому что для меня видеоплеер VLC очень-очень навороченный. Еще один есть программ. Проигрыватель MPV. То есть, тут очень много чего. Так, что здесь? Это у нас имеется, значит, в настройках. Блокиратор рекламы. Так. Эмиджер дисков. Групп кастомайзер. Значит, можно меню там перемешать как колоду карт по своему усмотрению. Значит, ну, слои, значит, доски. Вот она у нас здесь. Русский, английский. Без проблем. Самые разные твики. Вот. В системе локали. Какой там язык у вас преобладает. Там русский, там английский, казахский, там литовский. Без разницы. Ну, моя за последние годы, скажем так, одна из любимых программ. Это вот экранная клавиатура. Видите, вот тут русские буквы. Тут английские. Где-то что-то нужно напечатать. Берете и печатаете себе спокойно. Значит, что, значит, еще тут. Сейчас я посмотрю. Давайте увеличительное стекло еще побольше сделаем. Так. Ну, тут параметры системы можно посмотреть. Вот здесь вся информация о системе. Внешний вид там какой. Какая тема рабочего стола. Тема курсоров. Ну, и прочее, и прочее, и прочее. То есть, здесь возможность настроить под себя, ну, очень, скажем так, большая. Ну, от образования тут они вставили математику. Это, как говорится, бок с ним. Офис. Ну, давайте посмотрим офис. Вот, посмотрите. LibreOffice. LibreOffice. Калькулятор. Рисовалка. Impress. Впечатления. Тут программа для, ну, типа, по типу Винворда. LibreOffice. Writer. И еще там программа для чтения, там, PDF, там, и прочее, и прочее. То есть, у них здесь, у MX сделано все богато. Ага. Система. Ну, программа TimeShift для хранения резервных копий. То есть, MX позволяет делать не только изообразы, но и создавать резервные копии системы, но не в виде изообразов, а, ну, в своем формате. Здесь, значит, вместо привычно всем синаптика, здесь вот почему-то они поставили MoOn. Я не скажу, что он очень там шибко сильный. Ну, вот, при помощи, допустим, MoOn я не смог найти Cherry3. Видите? А в флатпаке, насколько я понял, он не ищет. А вот синаптик-то в флатпаке искал и ставил. Поэтому мне пришлось, значит, программу Cherry3 заставить, здесь, значит, скажем так, через интернет, через флатпак. Там несколько, скажем, головных болей. Но, тем не менее, все это дело дозволяется. Итак, что еще можно сказать об MX-19? Есть служебные программы. Там калькулятор, хороший текстовый редактор. Поисковик. Это вот мое увеличительное стекло КМАК. Программа обновления MX. То есть, взял ее, запустил, как говорится, и она у вас сама будет там проверять на предмет обновлений, там есть что-нибудь или нет. Вот так. Коночки ее сейчас... Да пусть пока сидит, какая разница. Место много не кушает. Стейсер тоже мы уберем. Разгрузим немного рабочий стол. Значит, что хочу сказать по интернету. Ну, был здесь стандартный Firefox. Естественно, я поставил Google Chrome. Это как у человека два глаза. Один полетел, вторым смотрит. Дальше, значит... Две кладовочки, Dropbox и MegaSync. Ну, их уже подключайте сами. Потому что здесь при подключении придется заводить там свои учетные данные. Программа для общения. Программа для общения. Пожалуйста, Skype, Telegram, Zoom. Ну, я не знаю там, что там еще вам нужно, если понадобится. Ну, пойдете в этот самый, как говорится, магазинчик здесь, вон в МООН, и найдете все самое необходимое. Программа вылизана, скажем так, до немоги. Отполировали ее MX очень тщательно. Сам рабочий стол у меня, КДЕшный, нравится больше, чем X-Face-овский. Это личные предпочтения. И я здесь, как говорится, ничего не имею против. Кому что нравится. Вот. Все самое необходимое, значит, здесь есть. Программа для записи с экрана, их две. Вот. ABS Studio. Есть еще Simple Screen Recorder. Программа для обработки звука. Вот, пожалуйста. Audacity. Очень такая хорошая, нормальная программа. Вот первый раз спрашивают, показывают или нет. Ну, конечно, я говорю, что не нужно. Вот. Вот. Идем сюда. Можем зайти сюда вот в видео. Видео, значит, вот можно взять любой видеоролик. Он сейчас его сюда закачает. И уже можно будет там его, как говорится, редактировать. Но этот ролик я писал без звука, поэтому, скорее всего, здесь, да, будет прямая линия. Ничего страшного. Значит, где все это дело можно будет взять? Вот у меня на кладовочке на Google Drive имеются сборки. И в сборках, вот, сентябрь прошлого года и даже за декабрь прошлого года были сборки MX-19. Ну, сейчас будет вот сборка за февраль 2021 года. Отсюда, значит, можете взять, как говорится, и скачать. Эти сборочки я, наверное, уже уберу за недавимостью. Ну, вот такие мои краткие, значит, сведения. MX-19.3 с рабочим столом KDE. Так что вот прошу любить и жаловать. Система очень удобная, надежная, хорошая. Значит, на виртуальной коробочке мы, значит, посмотрели, как уже работает созданная программа вот этот образ. Плюс, значит, есть еще программа TimeShift. Вот она, пожалуйста, тоже, видите, создает свои, как говорится, образы. Ну, даже не образ, а резервные копии системы. Так что на предмет надежности здесь SystemBug не нужен. Здесь своих средств, которые причем развиваются, они застыли, они не застыли, как SystemBug. Здесь вполне достаточно. То есть вот снимок системы, нажали кнопочку, нажали вперед и, как говорится, вперед и с песней. Так что будет с кем поделиться с друзьями. Один нюанс такой вот. Значит, есть такая тонкость. Значит, программа на выбор вам предлагает, значит, какие варианты. Ну, можно сохранить все это дело в другую папку. Раз. Раз. Когда вы нажимаете дальше, вот здесь читайте и смотрите внимательно. Показываю. Вот здесь написано. Это для личного использования, то есть личный бэкап. То есть если вы что-то там делали и остались там ваши пароли, они сохранятся. Естественно, поэтому ими делиться не нужно. А вот если вы нажмете на эту кнопочку, то ваши пароли там и так далее, они никому видны не будут. Но и исчезнет настроенный рабочий стол. Так вот, как же, значит, здесь поступать? Вот я обычно отмечаю, значит, вот исключить все файлы. И пока я не настроил сборку, я, значит, не в Google, не в Skype, не на Mega, не на Dropbox. Я не захожу, я не оставляю там свои пароли. Поэтому я могу вот смело вот так вот нажать, значит, следующее. И у меня, значит, будет готово уже изообраз настроенной рабочей системы. Ну, без моих паролей, и вы его спокойно сможете скачать, настраивать там под себя, что-то там удалять, что-то там добавлять. Ну, как вашей душе угодно. Ну, система хорошая, надежная. Рекомендую. Очень хорошая система. Ну, ладно, желаю вам всего самого-самого, всяческих успехов и удач, и до новых встреч.